Рабочий день Ольги Янцевич начинается с проверки продуктов на содержание нитратов. Сегодня фельдшер-лаборант тестирует сахарную свеклу. Сам процесс состоит из нескольких этапов – от измельчения продукта до определения его пригодности. В результате проведенного испытания мы выяснили, что наша столовая свекла пригодна к употреблению, так как содержание нитратов в пределах допустимых норм. Но далеко не все продукты соответствуют установленным требованиям. В ходе проверок за 10 месяцев этого года Центром гигиены и эпидемиологии было проверено 192 объекта. И практически везде были выявлены нарушения. Они касались истекших сроков годности, нарушений условия хранения продуктов, реализации товара без необходимой информации. Согласно этому было вынесено 136 предписаний об изъятии продуктов из обращения. Это, конечно, много все-таки. И вот снято было с реализации за 10 месяцев 1406 килограмм продукции. Что сюда входило? Сюда входило у нас и колбасные изделия. Была продукция плодовощная, много продукции. Особенно, ну, больше всего недоброкачественная продукция. Она помятая, нарушение кожи, целостности кожи нарушения. Потом молочная продукция была и с истекшими сроками годности было. Вот если взять с истекшими сроками годности, то у нас за этот вот период года было 7 предписаний вынесено. И, естественно, юридическое лицо было оштрафовано. За истекшие сроки годности обычно составляются протоколы на юридическое лицо. И штрафы исчисляются от 30 базовых величин. Стоит отметить, что под контролем санстанции не только продовольственные товары, поскольку любая продукция должна соответствовать установленным требованиям. Не соответствует – попадает под категорию «нестандартный». В таком случае поставщика информируют об изъятии такого товара и берут продукцию под строгий контроль. Информируются все центры гигиены, областные центры гигиены, о том, что выявлена какая-то нестандартная продукция, ее изготовитель, ее количество, сроки годности. Дальше областные центры гигиены, они информируют свои территориальные центры гигиены с той целью, чтобы специалисты уже на местах могли при проведении провережных мероприятий обращать внимание именно на наличие вот такой продукции. Это такая схема разработанная в Министерстве здравоохранения, о том, чтобы было такое взаимное информирование внутри ведомства и межведомства. Нам же такую же информацию досылают и центры стандартизации метрологии, о том, какую нестандартную продукцию они выявили, которая не соответствует тех регламентам. То есть мы тоже пользуемся их данными. Наиболее часто под категорию «нестандартная продукция» попадают детская обувь, игрушки, синтетические изделия. Подробная информация о некачественных товарах размещена на сайте Центра гиены и эпидемиологии. Среди них и посуда из металла, и мебель, и даже стеклоомыватели с превышенным содержанием метанола. Что касается продовольственных товаров, то на территории Солигорского района в этом году наибольшее количество нарушений зафиксировано среди ввозных сухофруктов, грецких орехов из Украины, специй и приправ. С целью защиты нашего внутреннего рынка от несандартной продукции в 2015 году по строению Совета Министров номер 666 было принято такое решение о проведении государственной санитарно-экспертизы всех поставляемых партий импортной продукции. Пустя лабораторных исследований, изучения документов. Эта мера тоже дала преграду для поступления нестандартной продукции именно зарубежного производства. Тоже защита нашего внутреннего рынка, наших жителей от потребления нестандартной продукции, которая может нанести вред здоровью человека. Стоит отметить, что специалисты Центра гигиены и эпидемиологии реагируют на жалобы солигорчан и принимают электронные обращения граждан.